У природы нет плохой погоды, считает Алексей Чеботаев. Управляя вот таким чистиком, машинист приводит тротуары в порядок после снегопада и ледяного дождя. Зима в этом году преподносит немало сюрпризов. Работа идет в несколько смен, чтобы белгородцы могли ходить по чистым улицам. О том, что зима не дает расслабиться коммунальщикам, на на своей странице ВКонтакте мэр Белгорода Юрий Голдун. В уборке снега и наледи задействованы 1191 человек и 154 единицы техники. Температурные качели создают массу проблем. Некоторые территории приходится обрабатывать по два-три раза в день. Коммунальщики работают круглосуточно. Если есть какие-то вопросы, у нас работает центральная диспетчерская служба, которая круглосуточно принимает заявки, никому не отказываем и выполняем их в кратчайшие сроки. Также хотелось бы обратиться к белгородцам, чтобы они не бросали частный транспорт, где-то уступали дорогу нашим машинам. Особое внимание у коммунальщиков белгородским дворам. Когда у большинства людей рабочий день только начинается, у Натальи Раковой он в самом разгаре. Зимой нам приходится работать с 4 часов утра. Выходим, убираем, уходим. Снова выходим, если снег продолжает идти. Бывает и даже три выхода. Ну, зима, снег идет. И до скольки? Бывает и до 7-8 вечера, если три выхода. Хочется, чтобы было чистенько. Ну, в общем, убираем. Ну, а люди как реагируют все-таки? Какие-то слова благодарности есть? Обязательно. Вот даже сейчас шла со своим мастером несколько лет. Мои жильцы говорили, как я хорошо в них работаю. К слову, потрудиться на благо города может каждый, кто ищет работу. В управлении Белгороблагоустройства есть открытые вакансии. Достойная зарплата гарантирована. Виктора Пальков и Николай Русанов. Белгородмедиа. Я думаю, что после прививки я не буду болеть ковидом. С каждым днем все больше и больше жителей региона вакцинируются от ковид-19. Первый компонент введен почти 20 тысячам белгородцев. Записались на процедуру и ждут свою очередь еще около 22 тысяч человек. В Белгороде привиться можно во всех отделениях городской поликлиники, кроме 8 и 2. Там ждут поставки холодильного оборудования для хранения вакцины «Спутник Ви». Второе название препарата – гам-ковид-вак. Обычный укол, господи, тоненькой иглой. Конечно. Не больно, ничего. А вы сразу для себя решили, что необходимо сделать прививку? Да. В шестом отделении городской поликлиники Белгорода вакцинацию против нового коронавируса начинают с 8 утра. Прививки делают до 19.30. В одном таком пузырьке 5 доз. Размораживается препарат в течение 20 минут, хранится при минус 18 градусах. Лишний раз холодильные камеры не открывают. Малейшее нарушение температурного режима и препарат потеряет свою эффективность. Ежедневно здесь прививают более 100 человек. Поэтому у нас получаются небольшие очереди у людей, потому что у нас люди идут и без записи. И когда с приема приходят, мы направляем сразу без записи. Конечно, может быть, немножко кто-то ждет подольше. Но в этом ничего страшного нет. Мы помогаем, дополнительных врачей выделяем. Перед инъекцией обязательный осмотр терапевта, термометрия, измерение артериального давления, сатурации. Показала 98 и 88 пульс. Мария Дакунина и 80 лет находятся в группе риска. Вместе с мужем целенаправленно пришли в поликлинику, чтобы сделать прививку против ковида. Мы делали от гриппа прививку, перенесли замечательно. И думаем, надо и эту сделать. Все-таки предосторожность лучше всего. Вакцина от коронавируса «Спутник Ви» – средство двухкомпонентное. То есть для защиты от болезни необходимо прививаться в два этапа. Каждому человеку медики выдают памятку с даты следующего визита. 24 февраля. Время ваше. 11.00, 11.30, 312 кабинет. Положительная тенденция. Все чаще и больше предприятий и организации областного центра оставляют заявки для вакцинации своих сотрудников. Хоудинг «Белгород Меди» – не исключение. В назначенное время видеооператоры, корреспонденты, видеоинженеры, режиссеры приехали в поликлинику, заранее заполнив анкеты. Паспорт, СМИЛ, страховой полис и желание сделать прививку – все, что нужно иметь при себе. Это необходимая мера. Очень много людей болеет, умирает. И надо, конечно, себя беречь и беречь наше будущее поколение. К своему сожалению, присоединиться к коллегам и сделать сегодня прививку не могу, так как буквально недавно перенесла ОРВИ со всеми ее прелестями – высокой температурой, кашлем и насморком. По правилам вакцинации после выздоровления нужно выждать как минимум две недели, чтобы восстановился организм. Со времен изобретения первой вакцины прививки помогали человеку выжить. Некоторые заболевания только так и ушли в прошлое. Есть надежда, что придет время, когда мир забудет и о ковиде. Ксения Глотова, Николай Русанов, Дмитрий Ярема, «Белгород Медиа». Расскажу вам продолжение темы медицины. Сегодня в моей жизни случился знаменательный момент. Я сделал прививку от коронавируса. Да ладно. Серьезно. Дырка в плече вот здесь. Через кофту делал? Не, не через кофту. Раздевался. Ну, расскажи. Оголялся. Расскажи, расскажи. Я просто еще не делал. Я пока еще в кругах сомнительных таких. Во-первых, это бесплатно. А я очень люблю бесплатные подарки. Особенно прививки, да? Особенно прививки, да. В общем, у меня были заранее бумажки, которые я получил, на работе мне дали. Вы можете их получить, в принципе, в поликлинике. Анкета, согласие на манипуляцию с вашим плечом. Подписываете, заполняете анкету, приходите к врачу. Врач обязательно меряет, там, температуру измеряет. Самое интересное, что это прививка двухкомпонентная. Нужно сделать через три недели второй этап вакцины. Ну, как ты себя чувствуешь? Расскажи. Сегодня я чувствую себя прекрасно. Бодро, весело и горячо. Редактор субтитров А.Семкин